Здравствуйте, с вами Русский Охотничий Журнал. Здравствуйте, с вами Русский Охотничий Журнал. Я представляю вам октябрьский номер. И номер этот у нас традиционно сдвоен с другим журналом на острие клинка. Я напоминаю, что это единственное печатное издание о ножах в России. И выходит оно два раза в году вместе с основным номером Русского Охотничьего Журнала. Но можно купить и отдельно. Но октябрьский номер у нас посвящен охоте в Республике Бурятия. И обратите внимание на обложки. Замечательный такой изюбрь. Это фотография Валерия Малеева, известного охотника, фотографа дикой природы, лауреата многочисленных международных премий. Спасибо большое тебе, Валера, за обложку. Потому что как театр начинается с вешалки, так и любой журнал начинается с обложки. Но у нас сейчас пойдет речь об основном номере, который посвящен Охотничьей Бурятии. В Бурятию я съездил сам, познакомился с ее охотничьим хозяйством. Собственно говоря, мои впечатления об этой поездке в этом журнале и отразил. Впечатления, забегаю вперед, были самые наилучшие. При этом, при всем, здесь мы приглашаем вас на выставку «Орел-экспо», которая будет происходить в гостином дворе в этом месяце с 17 по 20 октября. На ней будут представлены, по крайней мере, все ведущие производители гражданского оружия в России и значительная часть производителей аксессуаров, а также охотничьи хозяйства и всякие сопутствующие им бизнесы. Моя рецензия на книгу Сергея Владимировича Истржемского «Надежды выстрел». На самом деле, очень интересная книга, которая посвящена объяснению тому, каким образом трофейная охота способствует восстановлению популяции диких животных и вообще охраны природы. То есть, это на самом деле книга о природоохранной охоте. Далее у нас материал Федерации стрельбы на дальние дистанции, посвященный чемпионату Федерации стрельбы в клубе «Патриот» 14-15 сентября. Ну вот здесь с подробным рассказом и перечислением всех призеров. Дальше вы знаете, что мы традиционно не очень любим материалы, которые печатаются с продолжением. Но иногда делаем исключение. И сейчас мы сделали это исключение для большой статьи Николая Щуца о получении охотничьего билета в Германии. О том, как проходит обучение, какие активности оплачиваются, как проходит тренировка. Там есть и практическая тренировка, как люди сдают экзамены. Это нам может быть интересно в рамках того, что с Нового года будет введен у нас экзамен охот-миниума на сдачу охотничьего билета. Я сразу скажу, я уверен, что он будет гораздо более травоядным, нежели немецкий. Хотя бы потому, что в Германии надо за это заплатить 2300 евро сразу. А результат не гарантируется. Но, в общем, у нас, скорее всего, что-то будет. Пока еще точно не знаю, какое что. Большая статья «Республика Бурятии и ее охотничье хозяйство». Она написана специалистами Бурприроднадзора. В Бурятии природнадзор объединен с управлением охотничьего хозяйства. Ну и вот такая достаточно интересная и красиво оформленная статья. Дальше интервью с заместителем правительства Бурятской республики Иваном Александровичем Альхеевым, вице-губернатором, курирующим охоту. Он сам охотник. И он здесь, на самом деле, статья не политическая, а статья о том, как в Бурятии, на его родине, вот в том районе, где он живет, жил, сейчас тоже, естественно, живет в Улан-Удэ, в столице, проходила традиционная облавная охота на конях. И вот он просто объясняет, как вот со времен Чингисхана это принято, как охота эта вообще-то является, с его точки зрения, основой организации и порядка, замечу я вам ехидно. Вот если кто-то привык думать, что охота – это пьянка в сапогах, то вот хуберят – это основа организации и порядка. Вот так вот. Руководителем управления охотничьего хозяйства и вместе с тем Бурприроднадзора сегодня является очень умная и красивая женщина Марина Владимировна Дандинова, в прошлом прокурор, человек с очень богатым жизненным опытом и политическим бэкграундом. Поэтому я ей задал вопрос, вот вообще, в принципе, охота – это очень мускулинный вид деятельности, которым, в общем-то, мужчины у нас в стране имеют почти стопроцентную монополию. А Марина Владимировна, мало того, что женщина, она еще и по образованию не охотовед. Вот как ей удается выкручиваться? Ну, удается. Вот об этом ее статья «Я вместе с миром охоты». Во время моего пребывания в Республике Бурятия я прочитал лекцию о том, вообще, в принципе, почему в одних местах и в одних районах дичи много, а в других мало, и от чего это зависит. А после этого у нас случился круглый стол с участием охотпользователей, владельцев охотничьих хозяйств. И, в общем-то, здесь у нас опубликован результат этого круглого стола. Это было интересно, так я вам скажу, и надеюсь, что будет интересно и читателям. Свою точку зрения на то, что в Бурятии происходит с охотой в целом, рассказал Петр Васильевич Калашников, который там является председателем Бурятского республиканского общества охоты, Рорса, тамошнего отделения Рорса. Надо сказать, что он меня встретил сразу же с самолета. Меня тут же повезли в заказник. Мы великолепно провели там день, я провел больше. Причем вот в этом заказнике в Бурятии я видел животных за сутки больше, чем я видел в Африке. Так что и с фауной, и с охраной природы там дела обстоят нормально, будьте спокойны. Раздел «Охота и охотничьи собаки», который ведет Алексей Попов, открывает раздел «Отчеты охотников». Я еще раз предлагаю вам писать, рассказывать, что у вас с охотой, как, на кого охотились, где, какие у вас успехи. Какие неуспехи, между прочим. Имейте в виду, что очень часто неудачи бывают гораздо более поучительны, чем удача. Я понимаю, что человеку, в общем-то, свойственно хвастаться, я тоже это люблю. Ну, вот, имейте в виду такую вещь. «Охота на Тарбагана». Статья Базыра Бакшеева. Очень интересная статья, техничная на самом деле. На Тарбаганом там называется «Сурок». Речь идет здесь об охоте с высокоточными винтовками и самоснаряженными патронами. Мы привыкли к тому, что обо всем этом, с большими понтами, любят разговаривать люди, которые занимаются, у нас здесь устраивают в Армин турнир. Так вот, в Бурятии тоже есть охота с высокоточными винтовками на сурка. И безо всяких понтов, честно и откровенно, здесь об этом люди рассказывают. Александр Жаданов опубликовал у нас статью об особенностях охоты на реву нагонного лося. Тоже такая в значительной степени техническая статья, рассказывающая, как ревут лоси, как их манят, как ставятся для того, чтобы стрелять. Ну вот, хорошая статья. Спасибо, Саша, за материал. Еще один бурятский материал. «Охотничье хозяйство как товарищество». Когда я был в Бурятии, меня свозили в одно очень интересное охотничье хозяйство с очень интересной формой управления. Я, признаться, такого не встречал у нас в стране пока нигде. Мне это показалось чертовски любопытным. И вот их опыт я здесь излагаю на страницах нашего журнала. Александр Морданев публикует у нас статью о том, что такое Казахстан с точки зрения охотничьего туризма, российского охотничьего туризма. И для разнообразия появляется у нас материал эстонского охотника Тави Кокма о том, как он охотился на слона в Зимбабве. Давно у нас не было африканских материалов. Охотники, ездящие в Африку, а в Африку ездит много народу, сейчас охотится. Африка для нас не закрыта ни в коем случае. Пишите нам, мы будем рады публиковать вас. Вестник Клуба горных охотников с его ведущим Анатолием Мажаровым открывается, естественно, рейтингом. Интересным только для членов Клуба горных охотников выше-ниже, кто продвинулся, кто опустился. Далее идет более интересный раздел отчеты Клуба горных охотников. Всегда экзотично и увлекательно. Как романы Майнрида, Новая Зеландия, Испания, Непал, Хорватия, Узбекистан, Северная Осетия. Это я вот так вот перечислил места, где товарищи поохотились. Дальше статья, моя статья, где я охотился на снежного барана на побережье Охотского моря с моим другом Игорем Мериуловым и компанией Колыма Тревел. Взяли двух баранов на второй день охоты. Прекрасная была охота. Спасибо тебе, Игорь. Я еще раз к тебе приеду, совершенно точно, ты это знаешь. Статья Михаила Худякова в Австрию по приглашению. Съездил тоже наш постоянный автор Михаил Худяков в эту Австрию. Но вот застрелил такого незатейливого оленчика. Хотел серну. Грустная статья, посвященная безвременно ушедшему исследователю Дмитрию Германовичу Медведеву, члену Клуба горных охотников, ученому-охотнику-путешественнику. К сожалению, не стало его в августе, во время экспедиции. Очень жаль, я с ним был знаком. Оружие и стрельба. Раздел, который ведет у нас традиционно Андрей Викторович Угаров. Окончание статьи о ружьях, равных Пёрде, то есть о ружьях Вудварда, Вудвард и Сонс. И сейчас под этим брендом выпускает оружие как раз вот фирма Джеймс Пёрде и Сонс. Так что вот такие вот красивые, любимые почитателями охотничьей классики картинки. И тут же следом за ними ижевские ружья о том, что такое индивидуальный подход и подгонка. Что такое ижевские ружья. Для нас ижевские ружья это чаще всего Ижмаш, Ижмех, концерн Калашников, MP27, MP43, MP155. Но дело в том, что как-то традиционно известно, что ижевские ружья не славятся тщательностью сборки и изготовления. В Ижевске есть компания, которая доводит эти ружья до хорошего состояния. Они проводят ручную подгонку, перебирают, подгоняют стволы к колодке, приклад к колодке, цевьё. Проверяют сведение стволов. Вот об этом у нас есть статья. Такие вот Custom Guns. Они, кстати, это делают не только с ружьями с завода Ижмех. Они это делают и с турецким оружием. А ещё у них есть достаточно интересная технология покрытия прикладов камуфляжной плёнкой. Причём мне понравилась. Она понравилась мне чисто даже тактильно. Может быть, я сделаю это для своего Ланкастера ТК-527. Он у меня, в общем-то, любимый. Я им всё время пользуюсь, кстати. Дальше статья от Дмитрия Тюхтяева о карабине Хуглу Овис-Джи-2. Турки у нас достаточно интенсивно идут вперёд. И идут они вперёд, в том числе с нарезанным оружием. И, что греха таить, вытесняют отечественного производителя. Но в этом надо винить сугубо отечественного производителя. Делайте ружья лучше, и люди к вам потянутся. Клинок. Это у нас рекламная полоса. Но я напоминаю, что с 7 по 10 ноября будет на площадке Main Stage. Это станция метро Волгоградский проспект, промзоне, здоровый выставочный комплекс. И будет выставка Клинок. Мы там будем стоять, приглашаем. Если кто-то помнит, в 2010 году компанию Орсис начинал делать человек, которого ветераны ГАНЗРУ хорошо помнят под ником Хабаровск. Алексей Сорокин. Алексей Сорокин после этого был директором ЦКИБА, ССО в Туле. Руководил другими предприятиями, чем сейчас занимается Алексей Сорокин. Он делает станки, которые делают стволы. Вот об этом его статья «Строим станки, делаем стволы». Вот. Стволы хорошие. Я был на этом предприятии, фотографировал. Фотографии здесь мои. На самом деле Алексей посмотрел в корень. Вот все говорят, вот, надо делать оружие так, оружие эдак. А Алексей подумал, что на самом деле проблема в том, чем мы делаем оружие. И реальное импортозамещение – это не то, что мы какое-то оружие делаем своими силами, своими руками. А оно в том, чем мы делаем это оружие. Именно в этом сила. В станках. Не в пушках, а в станках. И в самом производстве. И вот Алексей, собственно говоря, это производство и создал. Владимир Анисимов рассказывает об организации охотничьих сплавов. Алена Бушуева из компании «Ганфан» снова делится с нами очередными чудо-средствами для чистки и ухода за оружием. Антон Уницын тоже, говоря о чистке оружия, описывает. Ну и основные последовательности, а также некоторые нюансы. Вот зверин все-таки, конечно, в бароскоп смотрит стволы. Я вот не могу найти в себе силы посмотреть стволы моих винтовок в бароскоп. Раздел «Культура охоты» открывается статьей заповедного Подлиморья. Что это такое? Это система особо охраняемых природных территорий, созданная вокруг старейшего заповедника страны, Баргузинского заповедника. Почему? Это все происходит на территории Бурятии. И Баргузинский заповедник был прежде всего создан в 1916 году для того, чтобы важнейший промысловый объект Сибири – Соболя. Вот здесь вот рассказ о том, как происходило восстановление популяции Соболя в Прибайкалье. И завершает наш журнал материал о бурятском традиционном ноже и мастере Баире Буэнтуеве, который, кстати, тоже будет на клинке. Субтитры создавал DimaTorzok